МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протягивается визит у Гомель надзвычайного и полномочного посла Французской Республики у Беларуси Дыдье Канеса. Православные верники сегодня означают святостреченье Господне. И больше подробя с набгетами не только. Сегодня у Беларуси означается День памяти воинов-интернационалистов. 15 лютого 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В программе памятных мероприемств традиционная акция «Запались свечку памяти». Жалобная панихида и урочистый митинг. Ганна Ковалева расскажет больше подробно. Памятные мероприемства в областном центре по традиции распочались опоминальные акции «Запались свечку памяти». Былые воины-афганцы пришли у Свято-Петропавловский кафедральный собор, как поставить свечки в память об загинувших в Афганистане земляках. Дарочи замаль 30 тысяч белорусов, которые воевали на афганской земле, до дому не вернулся 771 человек. С их 124 – уроженцы Гомельской области. «Окончилась война. Когда война заканчивается, это, наверное, праздник. Конечно, для матери, которая потеряла сына, это, конечно же, память, это, конечно, какая-то скорбь, это боль и так далее. Для людей, которые дождались своих сыновей, конечно же, праздник. Плохо, когда, конечно, идут войны. Поэтому я хотел бы пожелать всем нашим воинам-интринационалистам, чтобы их дети, внуки, правнуки, чтобы никогда в жизни не знали то, что испытали их родственники, которые служили в Афганистане и других горячих точках». О полдне в Гомельском храме Иверской иконы Божией Мати прошла панихида по загинувших воинам-интринационалистам. Знаковые падеи дня стал митинг-реквием с ускладением кветок до монумента воинам-интринационалистам в микрорайоне Любинске. Монумент узведен в память об усих воинах, которые в разные годы воевали за межами нашей родимы. Удельниками митингу стали ветераны боевых деяний, представники органов улады, громадских объединений, предприемств и организаций. Память загинувших и они ушановали хвилины молчания. «Мы и скорбим сегодня и в то же время встречаемся со своими сослуживцами для того, чтобы пообщаться, поддержать инвалидов наших, поддержать семьи погибших, кто остались еще в живых, родители, кто остались еще живые. Ну и, конечно, помянуть всех тех, кто ушел за 28 после афганских лет, ушли из жизни наши ребята, наши сверстники». Сегодня в Гомельской области проживая коля 3800 воинов-интринационалистов, которые примали удел у локальных военных конфликтах за межой. Многие из них примают удел у громадским жития региона, выступают у научальных установок, проводят уроки можности для школьников. У патриотичном выховании подрастающих поколений и они достойно протягивают справу, распачатую ветеранами Великой Айчинной войны. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо-компания «Гомель». Сегодня протягивается официальный визит надзвучайного и полномочного посла Французской республики в Беларуси Дедья Канеса у Гомель. Дипломат сострелся со старшинью Игарва Канкама Пятром Кириченком. Взаимодействие на региональном узроуне является важной часткой белорусско-французских относинов. Активно развивается гуманитарное супрационисство, во-первых, за все, дякуючи по братимским совязям Гомеля и Клермон Феррана. Зараз стоит задача активизовать экономичные взаимоотносины. Головная мета визит у Дедья Канеса – пошук новых деловых контактов. Мы над этими работаем в посольстве. Я лично думаю, что уровень наших экономических обменов не удивит варен. И мы будем надеяться, что эта ситуация вручится включена. У пятницу 17-го лютого министры информации Республики Беларусь Лилия Ананич проведе промою телефонную линию для жихаров Гомельской области. Звернуться с пытаннями можно будет с 10 до 11 годин по номере 75-42-99. А кроме того, у ГТД запланованы таксамы прием грамадян по особистых пытаннях. Он пройдет с 11 до 12 годин у будинку областного выканавчика комитета. Папередний запись вядется по номере телефона 75-46-93. Выездный прием у Рогачеве 17-го лютого таксамы проведе першый намесник керавника администрации президента Максим Рыжанкову. Прием будет проходить у будинку Рогачевского районного выканавчика комитета. Час с 9 до 11.30. Записаться можно по номерах телефонов, які вы зараз бачите на своих экранах. Протягиваем выпуск. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама сёня знову наведала завод гандлёвого обсталявання. А маль год тому там были отзначены шматлики о порушенне, як дисциплины працы, так и санитарного стану. Выниками работы над помылками потекавился Олег Синцеров. На Гомельском заводе гандлёвого обсталявання мобильную группу сустрыкают светлева. Супрацовники Ахова по першой же просьбе демонструють своё службовое посвечення и рассказывают об дзеючей системе контролю. Крыху позднее члены мобильной группы звернутся увагу и на яшедну особливость, и они не зареистровали ни одного человека, який спазнился на работу. Подчас попередней проверки порушенне дисциплины мели практично массовый характер, что тлумачилася у тым ляку и вытворчыми проблемами. Гэта некаля Гомельский завод гандлёвого обсталявання был предприемством союзного значения, але ситуация изменилась, и завод, який размещався на некаких плясовках, был вымушен и скоротить вытворчая площадь. У гэты будынок Гомельский завод гандлёвого обсталявання переехал с нижней 2011-го. Ранее тут находилась одно с подразделенью предприемства, якою не выкорэсовывался, негде цередины 90-х, а тому работу починали в умовах, веньми далёких от идеальных. Гэта сёння у вытворчых помешканьях тёпла и в целом утульна, але шмат кто с работникам памятая часы, коли от холоду нега было працаваць. Быда и самая значная зауваги у членов городской мобильной группы на гэты раз до оформления путевых листов и проходжения медицинского агряду. Керовник группы Александр Ключинский просить показать, якую проверку проходить водителе, и отзначая, не фиксуется целый шерых параметров, которые могут свечать об здоровье человека, что в свою очередь может привести до аварии. И ещё один момент, на который звертает увагу мобильная группа. При наявности тестов для проверки в организме наркотичных речевов за прошлый год ими не скоростались ни одного раза. Дайте полосочку, раз, раз. Вот результат какой, на мой взгляд. Если дадут раз в неделю, количество людей сколько бы я знаю. Даже если, не дай бог, где-то что-то уже начнутся движения, разговоры, правильно? Да, конечно, опасаться, бояться. Проблемы Гомельского завода гандлёвого обстреливания выкликаны в первую очередь. Ситуация с непротяжами. Сегодня партнёры запозвучили предприемству сумму с управленной трёхмесячным объёмом вырабляемой продукции. И об этом, подчас наведывания завода мобильной группой, так само идёт размова. Диверсифицируем своё производство и свой сбыт. Идём на расширение, так сказать, участия своего в открытых конкурсах, которые проводятся предприятиями республики. И поэтому, если мы раньше основную свою продукцию продавали в системе потребительской кооперации, то сейчас рынок значительно расширяется. По выниках летошных проверок городской мобильной группы сотни специалистов притягнуты до администрационной отказности. Некольких десятков у тэмлику директору, знятые займаемых посад. На Гомельском заводе гандлёвого обстреливания, не глядя на целых шерых выявленных недохопов, крайние меры летость вырешили не применять. Сегодня можно констатовать, что это было правильное решение. Предприятие стабильно выплачивает заработную плату, вовремя выплачивает заработную плату. Со слов руководства предприятия есть намётки на то, что оно в дальнейшем будет работать стабильно. Значит, а раз стабильно будет работать, значит, вовремя будет выплачиваться заработная плата и эффективность производства будет расти. Поэтому, ну а если какие-то там замечания, значит, в процессе работы, я думаю, что они тоже устранят их. Олег Сентяров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель. Православные верники сегодня означают святостреча не Господня. Гэта одно из дванадесятых свято у православного календара, якое стоит на ровне с калядами и водохрыщем. И оно символично знаменует сустречу старого и нового заповета. Гэта дата припадает на 40-й день после народжения Иисуса, когда Мария и Иосиф принесли его у Иерусалимский храм. Там отбылась встреча с праведным старцем Симеоном. Ему было открытие свыж, что он не помре, пока не убачить Збавителя. Праведный старец зъявился у храм, и там сустрел Господа у обличчиня Мауля. У день встречания Господнях, а во всех храмах здесняются святочные литургии и освящаются свечки. До речи, по надворью в этот день наши протки вызначали, какой будет весна. Моцный мороз, например, дозначал худкое расставание снягоуна, полях, резкое потепление – дренный ураджай, а заверуха – затяжную зиму. От этой поры селяне начали оглядать землеробные прилады працы, ремонтовать их и рыхтовать до весновых работ. Это, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить мой коллега Сергей Негяревич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова